Лепка взялся с салфеток. До Бишкек мы доехали, все нормально. Машина наша потянилась. Теперь мы ее сдаем. Федя вот сдает, господи. Университет. Ну, кстати, наша новая квартира. Вот у нас же стирочка. Очень просторная, большая. Здесь три больших балкона. В общем, мы довольны, довольны, довольны. И вид открывается хорошим. Здесь вид на стройку, а вот там на всякие правительственные здания, интересно. Так, да вон в то красивое здание, в салон. Так, я иду сейчас делать укладку, потому что у Коли сегодня рождение. У нас там еще будет семейная фотосессия, все дела. В общем, иду делать укладку. Передо мной белые горы. И очень красивый салон, куда я пойду. Страшно, мне нравится район Оркендика, как бульвара. Такой зеленый, такой красивый, такой центральный. А еще тут всякие магазинчики классные. И дома красивые. Пошло, а всегда налево. На том, где же правый алгоритм, по концу и обратно вставляешь. Хочет учить детей. Сделал кросс, теперь смотри. Глеб ему говорит очень быстро. Борька, мне кажется, очень быстро ему показываешь. Вот так вот смотрит налево. Всегда налево. Это я просто обратно, чтобы... А, да, это идет... Ой, нет. Ладно, короче, тут у нас парти. Парти-рум. Дети бегают. Все нормально. А вот там гольф. Так. Ну, короче, это гольф-клуб. Вот гольфисты, вон поле, вон эти самые горы. А там вот эта тема, когда ты стоишь и просто бросаешь мячи на разные расстояния. А здесь вот гольф-поле. Вот. В принципе, у нас эти дни прохладные в Кишкеке. То есть завтра будет вообще полнорговориться в 15. А потом уже будет обратно в 27. Но вот именно эти дни, когда у нас день рождения у Коли... Собственно, что мы здесь собрались? Мы праздываем день рождения у Коли. У нас так себе погодка. Там у них уже за кусты, через кусты, речка, через речку. Ну, все, буду есть это. Крутики, малышки. Ну, когда посмотрите. Ну, вот тут еще отдали и упаковки таких нарезных розин. Ну, хватит, там половина не ездит. Типа клубничная. Ты нашла Чупа-Чупс? А тут что? А, Чупа-Чупс, кстати. Разложи. О, и второй. Прямо Хэллоуин тематика. Уже приехал замок надувной, и там играют в футбол. А? Где? Кочупс, а вот. А мы сейчас будем вон там пробовать играть в гольф. Ой! Так, мне выдали клюшки, но кажется, что-то не так. У меня упало. Сейчас пойдем играть. Так что, Жень, как бить? Говорят, задом. Так. Эй. Не, после тебя я. Не, я. Ха-ха-ха-ха. Ты по шарик убей, не по этому. Давай еще мне ставь. Мальчонка, молодец. Ладно, я один раз ударю, а ты дальше будешь позировать. Нет, ты видео снимай. Есть. У-ху. Все, мама, можно я? Сейчас папа моя. Так, беспредел тут. Так, Танька сейчас делает. Все модно и классно. О, Филя, ничего себе. Филька жлевша. Ты профессионал? Филька жлевша? Да. Кто-то приехал. Что начинается? Филя, пока не могу. Филь. Филь, пока не могу. Филька жлевша. Филька жлевша. Какой ты? Так. Фу-ху. Я никуда целилась. Он за гору улетел просто туда. Ну да. 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 если бы все было так просто посмотрел фильм кто-то может а 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 50 метров ваут ваут так это сессия у нас сейчас будет семейная трава идеальная идеальная было решено воспользоваться моментом и пофоткаться семейно нет таких так надо чтобы ударился об стол последний второй о я сам не знаю а я тихо а тихо я вижу я вил это спонж я а так надо попасть бутылочку уже не видно ничего покажи а а а а а а а а те а а ты чё убираешь бай помни не все то что выглядит большим иду показать вам свой наряд я не помню мерила я его или нет вот он я купила себе этот платье для покрытых мусульман не очень понравился тут пуговичка вот и выглядит вот так это халат надевается поверх одежды вот я могу выносить принципе как халат принципе могу носить и как халат на его покупала для одевания на улице потом покажем как планирую его комбинировать вот но вот пока вот так вот его дело дома туда же есть кармашек 2 как-то так наши делают конфеты то ли сборе так что вам статусы не проводил вышли с детьми погулять в парке потом пойдем к нам посидим у нас там же не что же не видели в наших новых апартаментов новоселье праздновать мне кажется делать именно выпечка господи мне что-то зажглась тут так под пасту с песто у нас идет фильм пиле чего руки очень интересные правда а у нас тут своей еды я считаю что мы живем очень симпатичным квартале такие домики нетипичные точнее не типичные для бишкека но вообще бишкек конечно не про такие дома здесь консульство рядом симпатично пойдем 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 мы идем скайбери у него что завтрак но мы сейчас пойдем на завтрак мы не очень понятно как надеваться потому что днем будет до 18 то есть это вообще прям тепло а сейчас 10 ну вот очень понятно ах вот что дети с утра посмотрели мультик называется силы дети богов там усил дети богов рекомендуешь да а уж прикольно там короче начали это не рассказывает до производства таиланд пишите какие у вас мысли об этом фильме мультики почитаем наш первый семейный завтрак на четверых по моему здесь да точно красиво и вкусно обсуждаем вчерашний фильм пиле как раз обсуждали детьми что иногда окажутся что ты вообще для этого не создан как это по всем законам физики а ты становишься великим в этом это мой про самого пиле и горинчо вот такие были футболисты велики до коричневого как это не были ноги разной длины и он вообще его игра противоречила каноном футбол как написано в египедии так что вот так можно себя верить на мою не забоить кстати бусинки для своих бусов я конституция за встречи с этим и правительством а тайка была здесь данная танька порох минут двадцать лет влазить и будет оцеплено теркать соки сегодня все день конституции 5 мая праздник национальный так манас великодушный так перевели на русский язык и филармония станька думали патистили на балет сюда но кажется не идем пошли нас смутило нас смутило что билеты плохо продается и очень много свободных мест мы подумали что заболеет она такой ну не знаю может еще возьмем билеты исходим посмотрим сегодня вечером время еще есть и билетов еще полно очень красивая площадь фонтанчики включили недавно главный скейтбордист вот здесь вот идет парк сквер ведешь но мы на балет идем сегодня только не знаю туда в тему того что люди не бывают довольны вот мы смотрели как среди билета большой на какой-то там что-то балет связанных шанель было один вечер всего шел или два билет не было а те что были на какую галерку по 35 тысяч на такие фу-фу-фу сейчас билета слишком много и мы должны что за ерунда вообще люди довольны бывают нет а ну вот буквально танка прислала фотку здесь все было оцеплено теперь ничего нет все окей действительно красиво да да сняла сняла ваза горы а мне нравится стиль вот этих домов вот элитхаус групп строить дома в этом стиле очень красиво снимите меня снимите он еще не знает что он станет звездой очень мне нравится мне кажется очень так сдержанно стильно слышь тайне я говорю мне нравится стиль вот как элитхаус строит такой вот минимум цветов какой-то камень я не знаю невероятно мне кажется будет актуально мы сами живем в похожем да нет мы нет у нас попросту он дом но вот райончик это просто супер стиль я в себе таким бы сделал чуть выражете красиво прям респект вот у деревянных домов да зачем гадать и такой камень есть это круто а я так ваша дорого да 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 из россии везут лес зеленый бышки я читала что в будущем времени но уже скоро будут популярны именно круглые дома вот бишкек уже построил что у них с энергетической точки зрения про все очень супер а тут он будет строить мид комплекс что такое москва на этом месте ну как московские эти высотки очень прикольно да? Борь! Борь! клубнику взяли 300 рублей за килограмм это веран ну вообще да мы думаем сюда пересесть вообще-то ты правда неплохо еще куриные шпажки и рис у нас вкусняхи или а ты будешь куриные карри как вот у Коли были куриные мы сегодня завтракаем втроем потому что пойдем лепить снова ну где ты мне не смой? Глеба, Глеба иди сюда скажут, нас Борь сейчас обсуждали школу и он высказал интересную мысль про информатику так пока мы идем на лепку Борь повтори что повторить? ты говорил про почему тебе скучно почему тебе скучная информатика? ну потому что то что мы изучаем сейчас пауэрпоинт когда, ну кажется, это не самая важная вещь ну это важно, но мне кажется любой человек может просто зайти YouTube или Google набрать как использовать и все могли бы мы создавать а что нужно изучать? изучать там всякие как игры создавать уже что-то побольше языки программирования ну программирования, игры создавать, всякие коды как научиться быстрее печатать а вот не создавать пауэрпоинт это больше не скуп так у нас был чайник, который Боря делал но он, к сожалению, треснул при обжиге но получилось классно, Боря и цвета такие, конечно, вышли классные в общем, вот мы пришли лепить другой ну подожди, не спеши, не спеши, надо фартука надеть мне вот это понравилось я наверное потому что указано что, его что я не был видеть ну я знаю я знаю Продолжение следует... 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 А я вот вышла прогуляться. Одна. Так, мы приехали в парк гулять. Так. Ой. Домики красивые. Там вид на горы. И вот мы гуляем. Где-то тут наши ребята приехали. В общем, мы тут гуляем, смотрим. Сегодня 9 мая, День Победы. Меня сегодня с утра уже поздравил консьерж. В кафешках играют тоже всякие. Музыки у всех. Ну, честно говоря, в городе чувствуется очень праздничное настроение. Я за последние 10 лет ни разу не была в Москве на этот день. Наверное, тоже, судя по картинкам. Но здесь прям чувствуется. Вот. И бессмертный полк я тут видела. Люди ходят. Ну, в смысле, с картинками. Сам полк не знаю, где проходят. Вот. В общем, вас тоже с праздником. 9 мая. Да. Гуляем. Главное, не обгореть. Здесь что-то. Деревьев-то нет. Кстати, про не обгореть. Есть у меня... Поход. Есть у меня классный SPF-стик. Купила здесь. Очень мне нравится. Возможно, сейчас буду и ноги мазать. Ну, посмотрим. Так. Мы встаньте, сидим, ждем. Ребят. Очень, очень устали ходить. Ты устал ходить? Почему-нибудь встучу на теле. Да, устал. Прям вообще ноженьки гудят. У тебя прошли мы сколько? Десять шагов. И как много мы решили. Что-то... Что-то все нас утомило. У меня парни встанах. А тебе тоже надо запарить? Поженить, как тебе говорят. А тут ты слышала выражение. Никогда я не знаю. Короче, мы в парке. Таня, как это называется парк? Интымак, кажется. Что-то турецкое нет? Нет. Ну что, ну ты уже название знаешь уже хорошо. В общем, мы в парке. У нас не знаю, сколько градусов на утро. Градус 29. О, у меня в телефоне пишет. О, у меня не пишет. Я на него сейчас снимаю. В парке нет высоких деревьев, поэтому ты находишься, ну, на открытом поле, считай. Вот видите, вот деревья, вся высота. Кстати, еще высокие. И мы уже здесь гуляем, наверное, часа полтора, наверное, да? Нет. Час 10. И на солнце тяжеловато. Мне как градусов 25-26 на солнце. Может даже жарче. Я думаю, что я малышка обгорела даже. Вот. И сейчас мы же пойдем обедать. Народом много, все гуляют, дети, семьи. Приятно. Это фастфуд за один останька. Фастфуд. Вот. Настя, покажи свой циферблат. Это такой? Он показывает мой циферблат или какой циферблат? Это не мой. У меня с этими. Ну, ты что-нибудь расскажешь? Что тебе рассказать? Расскажи о своей поездке. Да нормально. Очень мне понравилось. Это как такая поездка-то? Мы, я считаю, уже три месяца. Ой, три недели живем, уже ощущение, что мы не живем. Как-то уже привычно и даже странно возвращаться сейчас обратно, кажется. Но я уже соскучилась по своему дому. Не хватает мне этого. Мне, кстати, не хватает моих домашних завтраков, если честно. Вот. Вот завтракать я люблю. Все остальное без проблем можно где-то. Но вот завтракать, хотя я и не дома, тоже люблю завтракать. Вот. По собачке скучаю, по уночке. Я там знаю, многие передавали ей привет. Я им не дам. Я вас переставила, а то у меня там будет ветер жужжет. Оф. Да. Нет, хороший поезд. Очень все приятно. Очень все приятно. Очень хорошо. Погода замечательная. Вот. Все хорошо. Лето скоро. Скоро лет. Знаешь, у нас был этот физик в школе. Мы приходили в сентябре. Он начинал такой, ну там, здравствуйте, стреля. Ну, что, скоро лето. Да. У нас у всех такая поговорка. Ну, скоро лето. Вот. Будет хорошо. Может, Танька приедет в Москву с детьми. Может, может. Может. Потусим. Как следует. Вот. Посмотрим. Я пытаюсь настроить часы и менять. Да. Что-то у меня нет мыслей никаких. Я в таком релаксе сейчас нахожусь. Что не знаю, о чем сказать. Как говорит нас папа, быть добру. Ну, просто нужно, возьми ножичек. Нет у тебя ножичка. Нет у меня в машине. Оп. Так. Ну, это интересно. Кажется, зацвела какая-то ерунда здесь. Теперь. Последняя. И накрыла меня. У меня все время слезятся глаза. Они какие-то все время воспаленные, что ли. У меня нос. Я даже сняла макияж, потому что меня все раздражает. Какая-то ерунда. Под конец нашего здесь пребывания. Нормально вообще? Ну, короче. Жуть. Но, о чем это все говорит? Что все мы имеем зашлакованные, окисленные, закисленные организмы. И нужно начинать заниматься своим здоровьем. Иммунитетом. Может быть, какими-то чисточками. И вообще менять питание. Вернуться к более чистому. Потому что, конечно, мы себя запустили в этом плане очень сильно за последние годы. И чтобы у меня была аллергия. У меня с детства ее не было. У меня был тоже весенний принос. Но гомеопатии мне его вылечили. А у меня был сильный. Теперь у меня снова на каких-то ерундах. Лечиться я не хочу. Я хочу сходить с того, что нужно занять очищением организма. Ну, вы, наверное, этим займете. Ну, какой-то капец. Я бы на все. Так, сейчас зайдем в канцелярию. Потом домой и в кино. Там детей. Сейчас мы с Танькой снимем шикарный релс. О, Танькиной шикарный граноли. Шагу делать. Во дворе у нас сидим. Сумочку новую купила плетеную здесь. Сидим, в общем. Дом красивый у нас. Сейчас приценилась. Вот такой вот дом. Наверное, это считается... Наверное, это считается дом бизнес-класса. Здесь квартира стоит 28 миллионов. Ну, в рублях, если брать. 217 с квадратом. А это, правда, как это. В уголке тоже. В Москве в похожем доме. За эти деньги можно купить, наверное, метр пятьдесят. Ну, в похожем доме. В хорошем районе. Сакральный момент, когда мы делаем домашку. Боря считает. Я пишу. Потому что его домашку мы открыть не можем. Так, ты давай пиши. Делай, что надо. Я съезжу больше для организации процесса. Ну, короче, как? Мы не стараемся все делать за них. Вообще ничего делать за них. Если нужна помощь, мы помогаем. Но если он лепит ошибки, ну, это его ошибки. Пусть лепит. В этом же и состоит учеба. Правильно? Что-то я тут подсела на эту воду. Очень нравится. Газировная. Так. Мы собрали чемоданы. Танька нам давала ей этот самый. Коврик для йоги. Бутылочку воды. И все еще осталось. Так. Это мой аутфит на сегодня. Ну, кстати, купил тут сумочку плетеную. А это мой. А что у нас сумка? Не знаю. Пойдем. Что ты делаешь? Как, кстати, она начала, в смысле, я смонтировала. А, сделала? Да. И молодец. И как монтировать, и так нас красиво. Розы зацвели. Очень много времени. О, я дождалась момента. Конечно, они еще не в самом высоком, но красиво. Мужчины наши поехали вещи перевезти к тайне. А мы сейчас зайдем в корейский магазин. Не могу. Так они мне нравятся. Массачки еще хочу кое-какие прикупить. Что? Я вам расскажу одну историю. Давай. Знаешь, вот, есть такие, как бы, интервью, не интервью, а, как бы, там, где хотят инвестить. Ну? Ну, знаешь, у тебя сидят люди, им рассказывают про свою компанию. А, ну да, есть. Там инвестинге, там, стартап. Да. Сколько за тысячу, в пять процентов. Ну? Ну вот, вышел, вышел создатель Scrap Daisy. Знаешь, что это такое? Это такая, типа, спонжик, фиг, знаешь? Scrap Daisy. Спонжик. В виде лица. Да? Он сказал, типа, он им рассказывал, да, они такие, ну, ничего такого особенного, да? А сейчас это третья мировая, в мире самая, типа... Прибыльная компания? Да. Не знаю, так он от погуглить. Мне, я типа... Ну, а ему денег-то дали? Нет, они не хотели. Потому что это было еще тогда. А сейчас ты, ты знаешь, какая штука была? Scrap Daisy? Scrap Daisy. А, Daisy. Не знаю, сейчас посмотрим, что это такое. Хорошо, очень. Ну, что всем? Ой, что-то у меня со спиной. Что-то я не так спала, не так лежала, что ли. Ой, прям у меня... Так, ну что? У нас сегодня утром, 12 мая. Мы противопровели в отеле. Вот, амбассадор называется. Он был прямо напротив наших апартаментов. У нас не было там. Ну, короче, мы не смогли забронировать себе последнюю ночь. Уже ее кто-то другой. Ой, сори. Когда нас снял. И поэтому мы забронировали вот последнюю ночь в отеле. Дети на танке ночуют. Вот. И сегодня уже вечером мы летим в Москву. Вот. Ну, давайте подведем какие-то итоги нашей поездки. Вот. Ну, какие тут могут быть итоги? Мы здесь провели три недели. Пролетели незаметно. Если честно, пролетели очень быстро. Мы провели это время хорошо. Тем не менее, знаете, есть такая усталость. Ты устаешь быть не дома. То есть в какой-то период времени, большую часть времени, наверное, четыре-три четвертых этого времени, ты здесь как будто бы живешь. Ты настраиваешься, в принципе, на долгосрочные поездки, мне кажется. Это такой подход всегда у людей. Ты просто здесь находишься с развлечением. Наши дети ходили на какие-то занятия. Мы даже думали их, может, рассказывать отдать в школу. Вот. Ну, в итоге чуть решили, что-то больше суеты. Вот. Ну, короче, вот как-то так. Вот. Потом, ну, как-то вот. Ну, мы не чуть не готовили. По-моему, один раз только готовили. А, я соскучилась по готовке дома. Как ни странно, вот мне хочется уже на своей кухне что-то приготовить. Я, по-моему, здесь ни разу ничего не готовила. Один раз, по-моему, в апартаментах. Вот. Мы всегда ели где-то. Благо, здесь очень-очень приятные цены. Великолепные цены. Вот. И несколько раз, может быть, готовили у Тани дома. В основном, в общем, питались мы все время где-то. Устаешь от этой еды. Знаете, кстати, я вот тоже, у меня была знакомая в университете. Она говорила так. А, я выйду замуж, я не буду готовить. Ну, типа, она хотела идти замуж за богатого. И не буду готовить. Мы им питаться только в ресторанах. И, в принципе, есть такая тема. Мы им питаться только в ресторанах. И я всеми руками за эту концепцию. Вот реально. Но в моей жизни бывают периоды, когда мы едим только в ресторанах. Несколько недель подряд были. И вот сейчас опять это было. Ты на самом деле реально. Если просто у вас есть такое желание в голове. Мне кажется, это такое желание, как сказать. То есть, как только ты его пробуешь, ты понимаешь, что за ним ничего не стоит. Потому что я устала от этой еды. Я хочу что-то приготовить сама. Не потому что я люблю готовить. Нет. А потому что я хочу домашней еды. Я хочу знать, что я положила в это блюдо. Сколько масла. Я готовлю на небольшом количестве масла. И мне очень режет глаз, когда я вижу масло. Ну, много масла. Вот, например, вчера я ела мясо-суп. Туда явно добавили масло. Я туда масла вообще не добавляю. Ну, вот какое-то, потому что оно плавало, знаете, такими штучками сверху. Вот. И, ну, короче, я хочу знать, что положено в мою еду. Вот. И ты от нее, ну, короче говоря, ты от нее устаешь. И какой бы прекрасной она ни была, здесь все очень вкусно, прекрасные продукты. Но я хочу есть дома иногда хотя бы. Вот, хотя бы иметь эту опцию. С другой стороны, можно сказать, что я не готовила дома. Мне было неохота. Ну, короче, я к чему. Вот. Не люблю пользоваться чужой посудой. Если уж я, прям, капец, надолго приезжаю, то я хотя бы эту посуду начинаю там мыть, перемывать уже потом. Ею пользоваться. Вот. Хотя все было чистенько. Ну, это просто лично мои закидоны. Ну, короче. Вот. Поездка наша пришла прекрасная. Природа прекрасная. Люди прекрасные. Было много на подумать, на осмыслить. Немного, но кое-что. Вот. Ну, короче, хорошо, мы провели время. Прекрасно, замечательно. Я уже жду, как вернусь в Москву. Меня там ждет мой дом, который я планирую немножечко улучшить, облагородить, сделать организацию пространства. Потому что все, что там сейчас есть, это просто вот, ну, короче, там это нужно. Это любимая часть ваших влогов. Ой, любимая часть ваша в моих видео. Это будет снова, этого будет много. Я уже заказала столько всего на Озоне. Очень много. Очень много. Вот. Будем с вами, короче, все это улучшать. Да. Спасибо. 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 Ждем таксишечку. Дети уставшие. Да, да. Шикарное здание аэропорта Домодедова. Но я считаю, что внутри бестолково как-то. Все. Домой. Спасибо.